Это новости на телеканале Рыбака Омск в студии Ксения Товичкина. Итак, о главном к этому часу. Потушили, да не все, чем опасна тлеющая свалка на Кировском полигоне. Два копыта и рука. Почему Омску уже нельзя отказаться от нового памятника в угольцу и что теперь будет знаменитым шаром на площади основателя. Способ есть, пользы нет. Что мешает чиновникам снизить тариф на вывоз мусора в Омске? Замкнутый круг. Как Омич стал заложником системы здравоохранения и есть ли выход? В зоне опасности Омичи в любой момент могут стать жертвами неадекватных стрелков. Прокуратура совместно с Росгвардией проверила сведения о владельцах гражданского оружия. Официальное разрешение имеет свыше 60 тысяч мячей. 12 мужчин оказались психически нездоровы. Каким образом им удалось получить медицинские заключения об отсутствии у них противопоказаний к владению оружием, пока не ясно. Сотрудники прокуратуры намерены аннулировать эти разрешения через суд. Ведется проверка. Тем не менее, мячам есть чего опасаться. Так на днях двое подростков обстреляли прохожих из пневматической винтовки. Школьникам стало скучно и они нашли себе развлечение стрелять по людям без разбора. По словам прохожих, под прицел попадали женщины, старики и дети. К моменту прибытия полиции школьники успели ранить трех человек. К счастью, не смертельна. Пневматическая винтовка просто не способна причинить раны, несовместимые с жизнью. У людей ушибы, гематомы и рваные раны. Владельцем оружия оказался отец одного из хулиганов. Сейчас ведется проверка. К другим темам. Долгоиграющий пожар на Кировской свалке потушен. Об этом заявляют в компании рекоператора. Представители «Магнита» рассказывают, пожар удалось потушить полностью силами сотрудников компании. Первые двое суток на мусорный полигон выезжали пожарные. А затем днем и ночью специалисты рекоператора боролись с очагами тления. Самостоятельно засыпали свалку техническим грунтом, чтобы перекрыть доступ кислорода. Работали два экскаватора, шесть бульдозеров, пять камазов. Сейчас на территории полигона ситуация нормализована. Не наблюдается и задымление. Напомню, причиной пожара рекоператор назвал поджог и даже назначил вознаграждение за помощь в поиске виновных. Несмотря на то, что со стихией удалось справиться, на полигоне продолжаются работы по укрыванию площади горения грунтом и его уплотнению бульдозерами. Усилены меры охраны. Работают четыре поста наблюдения, два мобильных и два стационарных. Уже приступили к монтажу 7-метровой смотровой вышки. Там будет расположен наблюдательный пост, охранник с биноклем и видеокамера. Пышку установят прямо на полигоне до конца недели. То, что открытого огня на свалке больше нет, подтверждают и сотрудники МЧС. Хотя ранее пожарные заявляли, что мусорный полигон будет гореть еще долго. Все лето, осень и, возможно, даже зиму. Это объясняется тем, что толщина мусорного слоя на полигоне более двух метров. Огонь уходит вниз и там разгорается с новой силой. Несмотря на уверение рекоператора, что проблемы больше нет, специалисты мониторят площадку. В связи с особенностями тушения данных полигонов мы не исключаем случаи повторного возгорания данной территории. Так как огонь мог уйти в слои данной свалки, где до него трудно добраться в воде. Тушение таких полигонов заключается в изоляции слоем грунта для предотвращения попадания туда кислорода воздуха. Следятся ситуации и экологи. Во время пожара на свалку и близлежащие жилые районы выезжали специалисты регионального Минприроды, чтобы замерить уровень вредных веществ в атмосфере. Однако, кроме как превышения ПДК продуктов горения в воздухе, чиновники ничего не нашли. И заверили, а мечам нечего бояться. Здоровье ничего не угрожает. А удушливый запах гари в воздухе – лишь временное неудобство. В ряде СМИ в связи с пожаром на свалке писали о превышениях вредных веществ в атмосфере. Однако, в Минприроды информацию не подтверждают. Между тем, по мнению эколога Сергея Костырева, в ведомстве либо недоговаривают, либо не способны определить реальную картину. В интервью РБК Омск он рассказал, что опасность для горожан все-таки есть. При горении мусора выделяются вещества первого класса опасности, которые могут вызвать даже онкологические заболевания. Однако, чиновники, как считает Сергей Костырев, видимо, предпочитают измерять концентрации других загрязнителей, обходя стороной реально угрожающие вещества. Как итог, никто не может сказать точно, насколько свалка опасна для города. Эколог уверен, тянуть нельзя. Необходимо провести исследование и разработать программу мер реагирования. Между тем, официально Кировский мусорный полигон полигоном и не является. Лицензий на захоронение отходов у него нет. И в территориальную схему он не включен. Как и все места складирования мусора в Омской области, кроме полигона в Называевском районе. Но уже совсем скоро эта ситуация может измениться. И это в том числе поможет снизить тариф на вывоз ТКО для населения, рассказал координатор проекта «Чистая страна» Игорь Попов на заседании Общественного совета партии «Единая Россия». На федеральном уровне принято постановление правительства, где рекомендовано органам исполнительной власти субъектов пересчитать транспортные расходы региональных операторов. В Омске, напомню, они составляют более 90% от тарифа. И уменьшить эти цифры не имеют права даже в РЭК, поскольку траты эти целиком и полностью зависят от результатов торгов. По словам Игоря Попова, изменения в федеральном законодательстве дадут возможность включить в тариф только необходимые транспортные расходы. Проще говоря, от мест накопления мусора до конкретных полигонов, которые сейчас используются, но, например, не имеют лицензии и не включены в территориальную схему. То есть легальный статус за 2024 года могут получить Кировская и Ленинская свалки. Правда, скорее всего, случится это еще не скоро. Законодательные изменения на федеральном уровне до сих пор не вступили в законную силу. Для того, чтобы включить эти свалки в схему обращения с отходом, необходимо получить еще соответствующее заключение Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, что можно это сделать. Что это не повлечет негативных экологических последствий, катастрофических, по крайней мере. И этот нормативный акт разработан Министерством природных ресурсов и экологии, но не приобрел силу нормативного акта до момента регистрации в Минюсте. Вот какой сейчас временной лаг существует, и теперь мы ждем вступления этого нормативного акта в законную силу, и после этого уже, скажем так, мяч на стороне субъекта Российской Федерации. В Омском Министерстве природных ресурсов, судя по всему, не уверены, что изменения в федеральном законодательстве помогут кардинально повлиять на мусорный тариф. По словам первого заместителя министра Александра Матненко, порядок легализации свалок разработают уже в ближайшее время. Однако в текущих транспортных расходах, не имеющие лицензии полигоны, уже и так учтены. Поэтому, уверен чиновник, плата за вывоз мусора для населения вряд ли сильно уменьшится. У нас отходы сегодня везутся на Ленинский, так скажем, условно полигон, на Кировский полигон. То есть в этом плане ничего не изменилось. Поэтому, как я представляю, сильно у нас расходная часть тарифа, рекоператор, она не изменится в связи с изданием порядка о легализации существующих свалок. Координатор проекта «Чистая страна» Игорь Попов уверен в обратном. Если транспортные расходы на перевозку мусора пересчитать, они окажутся намного меньше и не займут 90% тарифа, а примерно 60-65%, как в других российских регионах. Министерству природных ресурсов на общественном совете рекомендовали обратить внимание на это замечание. Впрочем, окончательный вердикт вынесут уже в РЭК, когда законодательно изменения вступят в силу. Шар, всадник или даже несколько всадников. В Омске идут активные споры, как должна выглядеть после преображения площадь Бугольца. Общество охраны памятников уже второй раз запустило онлайн-опрос. В январе омичи решили, что шар, держава, должен остаться на месте. А памятник одному из основателей города Ивану Бугольцу, если и должен появиться, то в другом месте. Однако эксперты усомнились в беспристрастности ответов пользователей. Якобы люди просто привыкли к шару и не хотят новшеств. В повторном опросе жителям предложили вникнуть в историю возникновения шара и даже прикрепили интервью архитектора и автора нового проекта Никиты Шалмина. Однако переубедить омичей пока не получилось. Горожане по-прежнему призывают оставить все как есть. За этот вариант проголосовало почти 50% опрошенных. И вот жителям предлагают альтернативу. Вместо шара на площади может появиться не один, а сразу несколько всадников. Всем основателям Омска, включая Бугольца, в департаменте культуры идею сочли интересные и предложили организовать еще одно обсуждение с привлечением прессы и интернета. Когда эксперты от разговоров перейдут к делу, не сообщается. Будущее площади Бугольца мы обсудим с историком-краеведом Игорем Коноваловым. Игорь Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. Споры по поводу будущего площади Бугольца идут уже у нас очень давно. Но что мешает прийти к единому мнению, с вашей точки зрения? Отсутствие единомыслия в общественном сознании. Потому что за 300 лет истории Омска до сих пор не удосужились изучить историю основания города. До сих пор есть нерешенные вопросы, до сих пор есть споры, до сих пор неоднозначно роль самого Бугольца и других участников этого процесса. Потому что, скажем, сам Бугольц не принимал решения об основании крепости. И это не входило в его полномочия. Будучи в звании армейского подполковника, он не имел права основывать крепости. И отступив в Устье Ами, он послал гонцов с письмом к князю Гагарину, то есть сибирскому наместнику, что же нам делать. Так сказать, указ об основании крепости написал князь Гагарин. Он им написал, что вы оставайтесь на месте и основывайте крепость в Устье Ами. И, как сказать, по большому счету, кто принял решение, кто написал документ, кто написал указ, тот и является основателем. А Бугольц является исполнителем, он может быть первостроителем Омской крепости. Но князь Гагарин после этого был осужден, обвинен во всех грехах, в том числе в провале экспедиции Бугольца. И повешен. И он до сих пор не оправдан, он считается государственным преступником. И поэтому признать государственного преступника основанием города, основателем города у нас не решается. Сейчас есть три варианта памятника на площади Бугольца. Сейчас есть у нас нынешний шар, люди, которые отстаивают всеми правдами и неправдами. Есть новый проект всадника, как прототип Бугольца. Есть даже идея нескольких всадников, как нескольких основателей Омска. С вашей точки зрения, какой вариант исторически будет правильным? Изначально, когда планировался, ну скажем так, условно памятник Бугольцу, именно вот конная скульптура, предполагалось, что она будет на площади вместе с шаром. То есть их как-то разнесут в пространстве. И представлялось, что это возможно, что это уместно. Потом, так сказать, прозвучало профессиональное мнение архитекторов, что два монументальных объекта, посвященных одному событию, соразмерных, в одном пространстве, но неуместны. Что они будут спорить друг с другом. И вот один памятник основанию города, и другой памятник основанию города, так сказать. И вот они на небольшом расстоянии, в пространстве одной площади. Что так не должно быть, что это неправильно, что они будут спорить друг с другом. И, так сказать, возник вопрос, что кого-то из них надо убрать, так сказать. Ну и предложили убрать шар. Еще до 300-летия Омска был объявлен конкурс на памятник основателям. Этот конкурс ни к чему не привел. И, так сказать, в результате был уже без конкурса персональный заказ авторскому коллективу в составе дизайнера Вахитова и скульптора Норышева. То есть я просто знаком с этими людьми и знаю, что скульптор Норышев давно грезил конной скульптурой. Причем с любым персонажем, для любого скульптора конная скульптура – это вершина творчества. Тем более, как бы в творческих кругах узнают историю возникновения шара. То есть это был, по сути, вынужденный вариант. Его автор, ныне ушедший уже скульптор Трахимчук, первоначально тоже предлагал скульптурную композицию. Но она не состоялась по ряду причин. И тогда у него возникла идея этого шара. Она была более богатой по пластике, с барельефами, с определенной организацией пространства. Вот этот шар возник во временном варианте и в таком урезанном виде. Это фанерная конструкция, обклеенная стеклотканью, пропитанной эпоксидкой. Он недолговечен, не случайно он укатывался, потому что конструкция легкая, у нее большая парусность, и он физически долго не просуществует. Его нельзя считать монументальным объектом. То есть сам Трахимчук расценивал, что это некий макет, который позволит оценить масштаб, насколько этот знак соразмерен, насколько он удачен. И потом уже его переведут в долговечные материалы, пластические оформят, закончат. И тогда это будет уже какой-то законченный объект. А почему отказались от этой идеи? И почему нельзя сейчас просто облагородить этот шар, а не делать новый памятник? Авторам перечислены определенные средства за работу. Скульптура готова для перевода в металл. И металлистам часть денег заплачена. И идет изготовление этой скульптуры. То есть я не знаю, в какой она степени готовности. Сначала нас уверяли, что она уже отлита, потом выяснилось, что это не совсем так. Но это такой уже технологический момент. То есть скульптура с деталями на выносе отливается подетально. То есть это называется шарнировка. Ее потом сваривают, соединяют. И вполне вероятно, что отлили копыта коня, грубо говоря, руку бухгальца. На основной массив пока денег нет. Но процесс запущен. Уже его назад отыграть сложно. Это сейчас нужно сказать авторам, что мы вам зря заплатили деньги. Они скажут, но мы же работу сделали. Это нужно литейщикам сказать, что извините, мы остальную часть коня отливать не будем. Отдайте нам копыта, а туловище отливать не будем. То есть статуя в любом случае появится. С одной стороны, часть денег заплачена, с другой стороны, часть денег не хватает и непонятно, где их взять. И тут еще такой административный момент. Сейчас руководство этим процессом от департамента культуры передали департаменту архитектуры. В департаменте архитектуры все люди новые, привозные. И, как сказать, они этой истории вообще не знают. И кто сейчас будет принимать волевое решение, непонятно. То есть значительная часть пути уже пройдена, возвращаться сложно. То есть эта дискуссия должна быть до начала процесса. И я изначально тоже не был в восторге, потому что, я говорю, ну вряд ли Бугольц был на коне. То есть вряд ли он так мог тут браво горцевать, так сказать. А потом говорят, ну извини, уже все решено, деньги потрачены. Вариантов нет. То есть единственный вариант, куда мордой коня повернуть, так сказать. Ну а шар будущий, вот его, его 100% демонтируют или все-таки люди могут повлиять на то, что он остался? Опять же, так сказать, возникает вопрос, куда его девать, так сказать. И возникают разные варианты, куда переместить шар, во-первых, так сказать. Во-вторых, ну если он во временном варианте, он все равно недолговечен. Его в любом случае нужно переводить в постоянный материал. То есть тоже в металл, это тоже отливка, это тоже затратно. Это соизмеримо по затратам со скульптурой. И на это тоже средств нет. Сохранять дальше фанерный шар, ну он еще несколько лет просуществует, но потом фанера сгнеет просто. Я думаю, в любом случае, что время покажет, и мы что-то, какой-то определенный результат все-таки увидим в скором времени. Ну, мы на это хотя бы будем надеяться. А я напомню, о будущем площади Бугольца мы поговорили с историком-краеведом Игорем Коноваловым. Споры вокруг культурных памятников в Омске, похоже, могут разгореться с новой силой. Первый омский губернатор, руководитель общественного фонда «Духовное наследие» Леонид Полежаев считает, события вокруг строительства храма в Екатеринбурге отразятся на нашем городе. Напомню, противники инициативы в Екатеринбурге устраивают массовые акции протеста. Они выступают против возведения объекта и требуют сохранить сквер. Накал страстей немного поутих после высказывания президента. Он предложил провести опрос среди жителей города. Говоря об этой ситуации, Леонид Полежаев предположил, что она может помешать воссоздать Свято-Ильинский собор в Омске. По его мнению, инцидент в Екатеринбурге будет использоваться как элемент давления, хотя пока горожане оказывают поддержку церкви в возвращении исторической ценности. Зачем мы тогда восстанавливаем старый город, его инфраструктуру, Воскресенский собор, готовимся установить памятник основателю города Бугольцу и стыдливо замалчиваем судьбу Свято-Ильинского собора, храма пророка Ильи, небесного покровителя города Омска. Без этого собора все, что мы делаем по реставрации исторического города, теряет смысл. Нет доминанта городского центра. И памятник Владимиру Ильичу Ленину тут ни при чем. Оба памятника могут добрососедствовать, отражая разные эпохи в жизни одного города. Возможно, в Омске обойдется и без акций протеста. Не позволит культура воспитания. По крайней мере, об этом говорят результаты независимого соцопроса. Специалисты задействовали в исследовании 27 городов страны. Прохожим задавали всего три вопроса. Часто ли вы сталкивались с хамством? Где вам чаще всего хамят? И хамите ли вы сами? Самыми невоспитанными оказались жители Перми. В тройку антилидеров попали Челябинск и Саратов. Следом идут Москва, Брянск и Екатеринбург. А вот Омск на этот раз отличился с лучшей стороны, заняв 24 место из 27 возможных. Самыми культурными оказались жители из соседнего Новосибирска, Санкт-Петербурга и Владивостока. Чиновники пожалели инвалидов. Теперь получить статус будет проще. Если раньше гражданину приходилось самостоятельно собирать все необходимые документы и лично в письменной форме подавать заявление в бюро медико-социальной экспертизы, теперь вся процедура будет проводиться через электронный документооборот. Медики и бюро сами будут обмениваться необходимыми справками, в том числе и на освидетельствование гражданин будет направляться через электронный запрос. Необходимо только письменное согласие. Через два года на электронную систему взаимодействия должны перейти минимум 90% государственных и муниципальных медицинских организаций. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России. О том, с какими сложностями сегодня сталкиваются граждане, пытаясь получить статус инвалида, история о МИЧа Алексея Гущина, который оказался заложником системы Омского здравоохранения. 30-летний Алексей опасается, что врачи окончательно сделают из него тяжелого инвалида, без шанса на возможность вести полноценную жизнь. Несколько лет назад о МИЧу поставили диагноз болезнь Бехтерева, форма ревматизма, при которой без дорогостоящего лечения пациент может оказаться пожизненно прикован к постели. Алексею не повезло. С самого начала болезнь быстро прогрессировала и пришлось оформлять инвалидность. Однако положенное при данном статусе лечение довольно дорогое помогло значительно улучшить состояние. Настолько, что инвалидность с Алексея сняли вместе с возможностью необходимого лечения. Покупать за свой счет импортные препараты у семьи Алексея Гущина возможности нет. В итоге уже через год состояние ухудшилось настолько, что пришлось снова обращаться в бюро медико-социальной экспертизы. Однако восстановиться в статусе получилось только через 4 года. Сейчас Алексей снова получил возможность на бесплатные импортные лекарства. Однако о МИЧ боится, что после того, как его состояние улучшится, врачи снова сочтут, что инвалидность ему не нужна. Признали инвалидам, дали также опять третью группу на год. То есть, может быть, сейчас получится опять это лекарство восстановить, но опять же на год это неизвестно, что будет в следующем году опять. Ну, мне кажется, что если сейчас я лекарство это буду опять получать, то уже опять инвалидам, наверное, не признаю. Алексей опасается, что очередной отказ он может просто не пережить. В прямом смысле слова. Один флакон жизненно необходимого лекарства стоит 30 тысяч рублей. Его хватит только на пару процедур. Дешевые российские аналоги облегчения не приносят. Куда обращаться за помощью и где искать выход из ситуации, Алексей не знает. Впрочем, по словам юристов, даже без инвалидности МИЧ имеет право на получение льготных препаратов. У нас есть региональные льготники, есть федеральные льготники. Федеральные льготники это инвалиды, а региональные это те, которые имеют право на получение лекарственных препаратов определенных. С него снимается в результате улучшения состояния здоровья группа инвалидности, но он может получать лекарственные препараты бесплатно, если он является региональным льготником. Узнать, положены ли вам льготные лекарства, можно на сайте областного министерства здравоохранения. В любом случае, отмечают эксперты, оспорить решение региональной комиссии Медико-социального бюро можно в вышестоящих инстанциях или в суде. В обход казны более 20 миллионов россиян скрывают свои доходы, сообщает известие. Арифметика проста. По данным Росстата, сейчас в стране свыше 80 миллионов человек в трудоспособном возрасте. Только 54 миллиона из них направляют данные о своем заработке в Пенсионный фонд страны. Вычитаем 800 тысяч официально зарегистрированных безработных и свыше 2 миллионов неработающих инвалидов. Получаем 24 миллиона людей-невидимок для налоговой службы. Люди либо не работают вовсе, либо получают зарплату в конверте. По словам экспертов, их общий потенциальный теневой доход составляет около 12 триллионов рублей. Косбюджет теряет треть этой суммы, которая могла бы поступить в качестве налоговых отчислений. Однако это лишь предположение. Ни статистика, ни государственные структуры точно не знают, сколько людей в России скрываются от уплаты налогов со своих доходов. Получить эти данные, по словам специалистов, невозможно. Уход от налогов, возможно, не единственная причина, по которой многие предпочитают работать в тени. Люди просто не видят смысла оформляться в службе занятости. Таковы результаты опроса Общероссийского народного фронта. По словам соискателей, в банке вакансий отсутствуют подходящие, а сотрудники службы предлагают низкооплачиваемые места. Ставок по новым высокотехнологичным профессиям вообще нет. По мнению экспертов, организациям необходима перезагрузка, чтобы заслужить доверие населения. И она, кстати, намечается. Как сообщили в Роструде, ближайшая модернизация затронет службы занятости в 16 регионах страны. Соискателям выделят личного консультанта, который будет учитывать не только квалификации, но и навыки, а также интересы человека. Однако, а мечам такие перспективы пока не светят. Регион не вошел в список пилотных. Тем временем, россиянам становится все сложнее сводить концы с концами. Грядет очередное повышение цен. На этот раз на детское питание, лимонад, соки и минеральную воду. Товары попали в список обязательных для маркировки. Так, государство намерено бороться с контрафактом. Производители восприняли новость в штыки. Крупным компаниям установка оборудования для маркировки обойдется в несколько десятков миллионов рублей. В среднем в сотни тысяч рублей. А для мелкого бизнеса расходы могут вообще оказаться критичными и привести к банкротству. Все затраты производителей будут вынуждены включить в себе стоимость товаров, что приведет к их удорожанию. По подсчетам экспертов, к примеру, на детское питание для годовалого ребенка в семье в месяц придется тратить на 500 рублей больше. А значит, что уже не все потребители смогут себе позволить такие траты. Предприниматели уже направили письма премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой исключить эти товары из списка маркировки. Пока ответа они не получили. Кстати, подорожание продуктовой корзины напрямую влияет на МРОД. В 2021 году специалисты должны пересчитать стоимость и увеличить минимальный размер оплаты труда. Методика минимального потребительского бюджета была разработана профсоюзами еще в конце 2011 года в соответствии с концепцией достойного труда Международной организации труда. По нашим оценкам, величина МРОД на основании такого бюджета, а значит и минимальная зарплата в стране на текущий момент, должна бы составлять 25-27 тысяч рублей. Таковы главные новости к этому часу. В студии была Ксения Тойчкина. Увидимся. Продолжение следует...